Расскажи, как ты узнал, можешь так хронологически вспомнить, когда тебе позвонили, сказали, вот есть вариант подраться? Что это узнавать? Был у ребят в Молдавии, гостил, тренировался. Во вторник провели, ой, это среда вечера мы провели, утренняя тренировка была. Потом провели вечернюю тренировку по вольной борьбе была. Там приходят иеры у них в сборной по вольной борьбе провели, боролись, отработали, сделали физуху, пришел домой, нормально погрузился и звонят буквально в начале 12-го, говорят, вот или ты, на них был сбор, это вторые небольшие сборы, говорят, вот, есть возможность, не зря сборы пройдут. Обдумали, сказали, что Анатолий Малыкин посмотрел его бои, ну да, я до этого знал, что такой, есть уже боец, молодой, относительно молодой, но недавно выступающий в ММА, но очень такой перспективный, мощный. Ну, посмотрел, думаю, в моей жизни были бойцы более серьезного уровня, поэтому, как бы, и форма есть, что здесь отказывается, есть шанс проявить себя. Пошел уже, буквально год не дрался, а с небой у меня был, получается, с кодистом появляется, большой застой, нужно драться, просто ходить. То есть, получается, вот вечером в среду позвонили, да, сказали? Ну, в среду вечером, да, уже 13-15. Пару часов, да, прошло и... Ну, в течение часа все решили. И вылетел уже в четверг, получается, да? В четверг я уже вылетел, да, в четверг я сделал какую-то еруночку, пробежался, так стряхнулся и вот уже вылетел сюда, в Москву. Вчера еще было в Москве, получается, уже здесь. Правильно я понимаю, там же ты, получается, летел во время того, когда была официальная процедура взвешивания? Да, в это время я делал самолет еще. Ну, уже к Москве, полетал к Москве, когда уже была процедура взвешивания. А тебя не взвешивали вообще? Ну, зачем тяжелее взвешивать? А вдруг ты, например, весишь 130 килограммов или 92? Было бы заметно, большой живот, большой. Ну, то есть это прошло все без официальной процедуры взвешивания? Ну, просто так получилось, это суббор такой небольшой. С кем-то ты еще говорил, ну, перед тем, как согласиться с бой? Ну, то есть, может быть, с кем-то посоветовался, там, нужно ли тебе принимать бой? Кому-то позвонил? Нет, особо никому не звонил, только раз с менеджером уговорили ситуацию. Вот, мы выдвинули свои условия и все. А Файтнесс пошли на условия, да? Ну, конечно. То есть, они спросили, ну, точнее, поинтересовались, да, сколько ты бы хотел это получить? Ну, не хотели свои условия, да. Мы сказали, на такие условия тогда выходим, потому что это риск тоже 50 на 50. И если бы я готовился, то приятно готов был, да. А так я просто помогал ребятам готовиться, но форму держал. Вот, ну, то есть, я никогда не отказывался, не избегал, там, что-то всегда давали, ну, если бы была возможность себя проявить, я всегда выходил. Там 22, 30, по-моему, начаток нового эфира. А, там еще два прибора. А, 21, 30, типа. И там 4 годы. Сейчас 150 прибора. Итак, уровень весил много общ Virginia. Так, наверное. Что следует, он здесь galleries в身 Falvan, и заскал, заткал я во дворе и», прощал все таки. Можешь рассказать, когда тебе позвонил Леша и сказал, что прелестит драться? Леша позавчера написал, что вылетает, а нет, позавчера, вчера на тренировке дневной пишет, что привет, я улетаю в Москву, Мальдонадо слился с боя, я выхожу на Мальдонадо. Можете помочь? Леша нам помогает, мы им помогаем. Твоя реакция? Очень прикольно, в принципе, в команде никто не удивился, что Леха такой боец. Если Леха решил, значит надо. Как Леша себя чувствовал, по крайней мере, на сборах, когда был стрелян? Мы его тогда приглашали, буквально две недели назад, он как раз набрал форму, он очень в хорошей форме был, поэтому был надеяться, что он ее не растерял, потому что сейчас мы общались, и вроде бы как он ее поддерживал, и даже в крайней неделе он в Молдавии был, там спарринговал с ребятами, которые буквально завтра будут на Юсидро, поэтому был надеяться, что он был в красной форме. Был ли кто-то в стреле из ребят, кто может быть похож на Малыхина? Не поверишь, Толя у нас тоже в зале занимался, тренировался как раз, в принципе, они даже, по-моему, один или два спарринга провели во время Сашины подготовки. Никита Крылов готов, как раз все сборы были. Такой состав был, да, стреляют? И Толик тоже там был. Поэтому, я думаю, они друг друга знают очень хорошо. Один прекрасный ударник, второй прекрасный борец, поэтому, я думаю, такое будет классическое противостояние ударник против борца. Легче было бы Михаилу, я думаю, Анатолию. Анатолию, ага. Легче было бы подраться. Ага. Но, я не думаю, что Кудем бы согласился, не будучи в себе уверен, подраться. Поэтому, ни тому, ни второму проигрывать нельзя. Я еще раз говорю, что будет хорошим. А Алексей приехал, получается, ну, прилетел точно в Россию? Алексей, вчера, когда было взвешивание официально взвешивание, Леша был на взлётном. В полёте, да. Поэтому, я ему сказал, как ты прилетел, позвони. Он мне только ночью написал, что пока там. То есть, буквально ночь на сегодняшний день, да? И с утра мы созвонились. А кто с Лешей прилетел? То есть, он один прилетел? С Лешей прилетел. А, просто вот менеджер и всё, да? Больше никого нет. И секундировать, соответственно, его будет. Соответственно, я и менеджер. А, нету, да, человека, который тейпирует, получается, эти руки? Да, спрашиваешь? Не, мало ли, может, просто отказались. Например, кому тоже не нравится, как тейпируют руки, там, кто-то. Кто-то, кто-то другой. Словно. Я просто понимаю, что я гралень не отбудался. Он в коллеге такой должны быть долго сберегиваться, я, как его не дождался, для ночейка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...